Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам тему, которая, я думаю, 80% из вас понравится. И здесь много всего, очень много полезных задач, которым стоит обучиться, и не очень сложных задач. При том, что кажется, вон сколько там всего. Ну, не настолько она сложная, как может показаться. Итак, у нас чистый разбавитель, который мы маканием добываем из баночки. И сейчас мы замешаем чистые белила, разжиженно и слякостно. Замешаем белила. Я вот возьму еще чуть-чуть красненького. Вы видите, я кадмий красный светлый хочу добавить в эти белила. Потом станет ясно зачем. И вот этим кадмием красным светлым, как цветом солнечных светиков, а вы видели на картинке много солнечных светиков, слякостно-белилами, укроем весь холст. Холст у нас сегодня 50 на 80 размером. Несколько вытянутый. Вы видите, какой агрессивный какой способ закладки холста. То есть мы сейчас просто даже не среду обитания создаем. Мы сейчас укладываем мокрость вещества, чтобы сухость холста не препятствовала скорому набору краски, других нужных нам цветов на холст. То есть задача тупенькая, надо ее просто вот так выполнить. Чисто техническая задача. И вы видели, я немножко кадмий красный светлый подкладываю в белило, но совсем чуть-чуть. Теперь, когда мы положили краски вот какое количество, чтобы вы видели, что это за количество, я сейчас плашмя мастихином раздавливаю краску. И вы видите, какое примерно ее количество собирается на краях штриха. Если у вас будет то же, значит вы все сделали правильно. Вот оно, вот оно, это количество, раздавленное штрихом по холсту. Количество краски большое значение имеет, поэтому внимательно наблюдайте за его количеством и за его консистенцией. Консистенция краски, я думаю, тоже видна. Как некий крем для рук. Вот насколько я помню, крема для рук имеют примерно эту консистенцию. Макроватую консистенцию. В общем-то, эту задачу расштриховки можно было бы не делать, но я просто, чтобы вы увидели количество краски. Теперь я беру тряпку, делаю из вот такой тряпки, не из сложенной. Многие из вас поступают так. Многие из вас поступают так. Из сложенного состояния пытаются сделать фигушку. Нет. Превратите ее вот в такое и выделите здесь идею фигушки. Вот такой рабочей площадки. Достаточно плотной. Этим цветом пройдемся в тех местах, где у нас происходят эти цветения. То та же манера укладочки, которая будет потом по-сухому дополнена и уже другим способом. Все вместе будет звучать сложно и интригующе. вы видите. И красноту, и оранжевизну, и немножко зеленцы все вместе. Появилось нечто сложное, богатое в цвете. похожим образом накидаем и здесь. а теперь несколько разбеленностей розового, как некая освещенность. Тот был тенистый, как бы розовый. Этот несколько освещенный. То есть я не вырезал, а прямо вписал, чтобы он стал частью среды. Прямо вписал рыжей краской в эту зелень. И оно действительно стало частью среды. Небольшое количество фактуры нам здесь нужно, чтобы в следующем сеансе, вот даже, если камера покажет нам ближний план, я везде создал некоторые заусенницы густоты. Чтобы на нее опиралось то, что будет красиво звучать по-сухому. Сейчас я это, конечно, объяснить вам не могу, но те, кто дождется второго сеанса, увидят эту вкуснятину Вот это деревце, вероятно, продолжается в этом пространстве. Лежачая кисть и рябенький характерец. Чуть теплый цвет, чуть холодный, как и здесь, в теневых холодный. И вот там какое-то деревце. Смотрите, как я взял и отсек сделанное пальцем. Одна краска утопила другую, появилась отделенность. Так, ну вот и хорошо. На этом мы сегодняшний сеанс закончим. Желаю вам дождаться следующего сеанса. И напоминаю о том, что мои сайты будут сейчас перечислены на экране. и я прошу вас не обращаться к пиратским сайтам. Самое смешное, что пираты уже и на это отреагировали, стирают эту запись и кладут перечень своих сайтов. Значит, мои сайты подразумевают имена Полина, Лада, Фония. Вот эти сайты точка там ру точка ком вот эти имена мои сайты. Ну, сайты моих родственников ближайших. До встречи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова